МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске основного инстинкта. Охота пущей неволи. Маскировка как залог удачной охоты. Удивительный охотник и его собака. На охоте довольно часто для того, чтобы добиться желанного успеха, нужно совершить какие-то физические усилия, проявить настойчивость и сильную волю. Что ж, наверное, главная прелесть победы в преодолении трудностей. И, пожалуй, ни одна другая охота не требует такого каторжного труда, такой самоотдачи, как гусиная. Апрель, весна, Белоруссия. Позади без малого 700 километров за рулем. Впереди знаменитые Полесские болота, где в войну скрывались от преследования партизаны и где глубина Торфа до сих пор доходит порой до 100 метров. Участники экспедиции основного инстинкта, правда, пока этого не знают. Егерь Иосиф сказал, что до места охоты придется немного прогуляться и что нужны будут болотные сапоги. Но как именно прогуляться, не уточнил. Переход через подтопленный бобрами весенний ручей казался поначалу самым большим препятствием. И только когда Иосиф начал раздавать двухметровые палки щупы, стали закрадываться первые опасения, что легко отделаться не удастся. Шаг, проверка щупом. Шаг, опять проверка. Шаг, и щуп вдруг теряет точку опоры. Для того, чтобы остаться в этом болоте навсегда, не нужно 100 метров. Трех хватает за глаза. Понятное дело, без нужды сюда никто не ходит. И именно это обстоятельство заставляет охотников шаг за шагом двигаться вперед. Раз нет людей, значит гуси чувствуют себя здесь в безопасности и обязательно полетят на ночёк. Пора перекушать. Вообще разновидностей диких гусей в мире великое множество. В наших краях их появляется лишь несколько. Самый крупный серый гусь, самый мелкий козарка. Ну а между ними два подвида, которые можно встретить в европейской части. С мест зимовки гуси отлетают ещё в марте. Но весенний пролёт к местам гнездования затягивается до июня. Летят они одними и теми же миграционными маршрутами. А вот сроки пролёта довольно сильно колеблются, в зависимости от погоды. Иногда гуси могут эшелон за эшелоном пролететь, не задерживаясь на кислороде, а иногда остаются на довольно длительное время в промежуточных районах, ожидая наступления весны в северных областях и в местах гнездования. Тут-то и наступает охотничье счастье. Питаются гуси всевозможной зеленью, травами, ягодами и зёрнами. Поэтому на кормёжку они прилетают либо на поля, где с прошлого года осталось неубранное зерно, либо на так называемые зеленя, только-только пробившийся из земли будущий урожай. А на ночёвку отлетают либо на открытую воду, где к ним не может подобраться незамеченным никакой враг, либо на такие вот глухие, труднодоступные болота. Появление здесь охотников стало для гусей неприятной неожиданностью. Гусь всегда на стороже, всегда ждёт подвоха от судьбы вообще и от охотников в частности. Для того, чтобы охота получилась результативной, нужно, конечно, правильно определить места пролёта гусиных сталь. Как известно, трудно поймать чёрную кошку в тёмной комнате, если её там нет. Смотри, какая штука здоровая. Надо уметь стрелять по летящим гусям. Эта стрельба требует особого навыка. А вот когда идут, я же рассказывал, уштик прямо на вас, вы пропускаете и разворачиваете, бейте под перо ему. Однако самое главное в гусиной охоте, её основа основ – это маскировка. Ах, если бы кто-нибудь смог посчитать, сколько миллионов кубометров тяжёлого весеннего грунта было перекопано за всё время проведения гусиных охот. Египетские пирамиды по масштабам работ явно отдыхают. При этом мало просто выкопать землю. Её обязательно нужно унести куда-нибудь подальше. Свежие груды у скротка сделают его недействующим. Поверх окопа натягивается маскировочная сеть, которую слегка присыпают землёй или соломой под цвет пейзажа. Садятся в такой окоп обычно вдвоём. Гуси имеют обыкновение покружить над полем, прежде чем пойти на присадку к чучелам. Вертеть в этот момент головой ни в коем случае нельзя, поэтому наблюдать сможет, как правило, лишь один из охотников. По его команде в нужный момент товарищ отбрасывает сетку, скакивает вместе с напарником и стреляет. Есть и индивидуальные средства маскировки, так называемые кикиморы, леши и тому подобное. Костюмы и накидки, сделанные из лоскутов, которые при правильно подобранных цветах позволяют охотнику слиться с окружающей действительностью. Но любой блеск, любое несоответствующее обстановке цветовое пятно, мельчайшие изменения рельефа, типа «не было здесь пуста, а теперь есть», немедленно заставляют гусей либо менять маршрут, либо, и это бывает еще обиднее для охотников, менять на пару десятков метров эшелон, продолжая лететь над головами, но за пределами выстрела. Помимо трофеев, охота дарит порой совершенно удивительные встречи. Наша съемочная группа во время экспедиции в Полесье познакомилась с местной охотницей, Кассий Казаченок и ее удивительной собакой. Он гоняет и лису, и зайца. Как гоняет? Как? И зайца гоняет. Как он может чего-то гонять? Он же размер меньше. Да, он все-все. Он так же самое, как и гончая, как и лайка работает, но только уже, например, не так далеко, а козу вообще только... Вот он по лесу только дай. Козу? Да, косулю. Не, я понимаю, что косулю, но... Кася в свободное от охоты время человек самый, что и на есть мирной профессии. Воспитательница в детском саду. На крупного зверя, лоси или кабана Кася ходит редко. Главный объект ее охот это пернаты. И всегда ее сопровождает на охоте славный охотничий пес Ральф. Так он теперь вот на усе тоже. Я выстрелила, а он сразу и давая волос. Кася, ну ты как расскажешь, это вообще какой-то тигр, а не собака. Ну, конечно, а что вы думаете? Вот. Поместь западно-сибирской лайки. Сел, сел и рел. И русско-европейской лайки. Я думал, что на счет лайки вы как-то загружены. Надо было что-нибудь на счет этого самого, как его. Кто интерьера там. Ну, а как? Ну, он же похож на лайку. На лайку один в один, да. Охотничье законодательство в Беларуси строгое. За соблюдением его даже в мелочах. Там тщательно следят. Собака без документов, как и ее хозяин, не имеет права находиться в лесу. Происхождение Ральфа, как нетрудно, глядя на него догадаться, окутано тайной. Как звали папу, и какой он был породы, доподлинно установить не удалось. Но решили, что солиднее будет, если кровь у собаки окажется охотничьей. Так в паспорт и записали. Приготовление и употребление пищи на охоте традиционно самое подходящее время для трабли бая. Ох, простите, пересказы самых подлинных, случившихся на охоте историй. Будем честны. К Кассиному рассказу про то, как славный Ральф гоняет косулю, как выносит из топких болот сбитых птиц, мы поначалу отнеслись именно так. Даже предъявленные фотографии до конца не убеждали. С Кассией мы, конечно, не спорили. Тем более, что Шулюм ей удался на славу. Какая вещь будет. Но к собаке и историям о ее подвигах относились, как бы это помягче сказать, скептически. Судьбе было угодно предоставить нам неопровержимые доказательства. Охота хороша еще и тем, что практика порой опровергает все правильные теории. Чутки, старушки, стеганные гуси ни с того ни с сего взяли и налетели прямо на беседку, в которой наши охотники расположились на обед. К счастью, у одного из них ружье оказалось под рукой. О, летят. О, смотрите, как низко, елая. Я там не летели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну что, господа эксперты-кинологи, какой балл вы бы поставили нашему герою за подачу дичи? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова